Война 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 Доброго времени суток, господа, товарищи, любители хороших игр, приветствую вас на громканале Восход, с вами я, Михаил, и мы сегодня начинаем новое, новое прохождение. По замечательнейшей игре я сделала два Total War, а именно по дополнению Kingdoms, Британия, кампания за Британию. Ну что же, давайте сперва окунемся в меню настроек, да? Я хотел там посмотреть кое-что. Численность отряда, да, именно большая, не максимальная, отлично. Чтобы удобнее было действовать на, собственно, городах. Итак, в этом моде есть пять фракций. Пять фракций, собственно, сама Англия, есть Уэльс, есть Шотландия, есть Ирландия и есть Норвегия. Я сам не на запись проходил этот мод, проходил за три фракции. Я проходил за Англию, самое первое прохождение. Оно довольно-таки легкое, даже если выставить все самое высокое, все равно будет легко. Почему легко? Ну, потому что у вас очень много провинций, много городов, много денег, много армий, много денег. У вас много всего, друзья, много всего. И поэтому как-то, ну, не совсем интересно. Конечно, да, вы воюете со всеми, но тут буквально сметаете Уэльс, потом добиваете Ирландию и все. Буквально все. То есть, компания довольно-таки простая. Еще я играл за Ирландию. За Ирландию гораздо интереснее играть, но тоже довольно-таки просто. Достаточно выбить с острова, с родины с нашей Англичан и заиметь такой более-менее нормальный флот. И на этом все. Как отрезал, у вас есть огромная база в 7 провинций или 8, и вы вполне можете делать, что хотите. Хотите, мереть, хотите, с кем-то воюйте, хотите, не воюйте. В общем, нормально. Играл я еще за Норвегию. Норвегия. Но тоже, знаете, в принципе, сложновато, да. Но тут опять-таки, как вы будете играть? То есть, не обязательно там, допустим, воевать в Шотландии сразу, да. Можно дождаться войны между ними и англичанами и уже там ударить в тыл. Можно подкромсать Ирландию. То есть, вы не ограничены в своем выборе. У вас много хороших сильных отрядов, хороший флот. Постоянно пребывает подкрепление. И вы можете, помните, там как придумаете, так и действовать. То есть, никакой проблемы нет. И мы подходим к такому и проблеме, что, в принципе, я не играл только здесь за две фракции. А именно за Шотландию и за Уэльс. Но прохождений за Шотландию вообще, в принципе, их довольно-таки много. И как бы еще одно устраивать мне бы не хотелось. Я хочу прямо здесь, знаете, такое, в этом прохождении, хардкор, да. Поэтому мы будем играть в самую маленькую фракцию. За Уэльс. В которой всего лишь три провинции. Вот так-то. Компания у нас будет короткая. 25 провинций нам надо будет держать под контролем. В том числе и Корнаровым, который и так у нас есть. Также нам будет захватить Дублин. Успеть раньше ирландцев. И, собственно, Лондон. Пережить гибель державы Англия. Вот такая вот интересная у нас, наверное, будет компания. Преимущество у нас много разных родов войск. В достатке нету тяжелой пехоты. Это очень плохо. Но здесь я читать не буду, друзья. Про Левелина Ап. Ап Гриффита. Кому интересно, на паузе знакомьтесь. Ну, я думаю, что компания будет очень интересна. Давайте начнем. Послушаем заставку. Шотландия. Горцы и люди долин тверды сердцем и готовы к битве. Уэльс. Люди меча и песни, которыми правят гордые принцы, ни перед кем не склонявшие колен. Ирландия. Воины этой страны видят врагов во всех соседях. Они мечтают о завоеваниях и зорко следят за своими недругами. Британия. Одна страна. Пять королей. Война. Ну что же. Крутая заставка. Жалко, качество видео совсем не радует. Но, тем не менее. Очень весьма интересно. Так, ну и немножко, друзья, пока вы разглядываете вот карту нашего государства, вот такого небольшого, да. Вот. Немного прохождения там я расскажу. Оно будет у нас редкое. Редкое, потому что я его снимаю в начале декабря. В начале декабря знаю, что в конце декабря и в начале, в первой половине января меня, скорее всего, не будет ни в городе, ни в стране. И иметь возможность снять видюшечку меня не будет, друзья. И поэтому я как бы начинаю вот это прохождение. Предзаписываю много-много серий, чтобы вам было что посмотреть, когда меня не будет. Вот. Как-то так. Чтобы вы совсем уж не заскучали, так сказать. Ну и поэтому, когда именно будут выходить данные серии, поскольку, я даже не знаю. Сами серии будут иметь хронометр порядка получаса. Возможно, чуть чуть больше, но не больше сорока минут. Ну что же, друзья, давайте нам приступим. Ознакомимся, что у нас тут имеется. В первую очередь, наше генеалогическое древо. Так. Наш король Левелин, 25 лет совсем, мол, благороден. Гениальный командир, между прочим, герой Уэлиса. Есть братюля. Ему 20 лет. Но он уже жесток. Давид. Командир тоже неплохой. Ну, еще и воин ночи. Вообще шикарно. Ну, и есть сестра Гаверил. Гаверил. А, нет, извиняюсь, это жена брата Давида. Гаверил. Ну, неплохо, неплохо. Нам, значит, нужно найти ... Пу-пу-пу-пу. Можно найти принцесску. 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 Так, купец. Валерийский купец. Ага, золотишко. Поставим у нас золотишко. Хорошо. Больше у нас агентов нету. Как видите, в данном моде Kingdoms включены такие крепости поставлены. Любопытные, да? По всей территории. Очень-очень любопытно. И в них, заметьте, войска бесплатные содержатся. То есть, по-хорошему вот их вообще не надо потрудить. Так, но у нас есть еще полководцы, да? Тоже неплохо. По деньгам. Не совсем гуд. Чего же делать? Как же быть? Так. Ну, давайте, наверное, общинное поле. Высокие налоги. А нанимать мы будем сейчас, дайте вспомнить. Нанимать мы будем валерийских лучников. Охотники. Фу-фу-фу. Так, ополчение с копьями 7-12. Ага. Вот эти, значит, получше. Значит, копейщики, топорщики. Отлично. Так. Здесь нужно лазучка нам еще. в этой крепости мы будем строить мастерскую коржевника. В первую очередь здесь, значит, сразу нанимаем валерийского лучника, копейщика и вот это их мечников. Шикарный второй наш замок Пембрак. Строим здесь расчищенные поля. копейщика, разбойника, охотников. Нет, нет. Отлично. Нам нужно сформировать примерно что-то около трех армий, друзья. Около трех армий. Так, есть у меня здесь полководец. Вот, будем здесь в крепости собираться. Хорошо. Здесь. Переведем сюда. Вот, насчет катапуль даже не знаю. Сомневаюсь. Ну, посмотрим. Ладно. Так, вот здесь бы наверно оставлю Давид наследник. Вот так вот. Отлично. И что-то нам надо собрать примерно хотя бы. Так, отлично. Он может взять наемников. Здесь вроде как тоже. все отлично. О, валийский и лазучек. У меня есть лазучек. Друзья, у меня есть лазучек. У меня их, кстати, есть двое. Двое лазучек. Да-да-да, вкусненькие, жирненькие города. Нам города захватывать надо в любом случае. По той простой причине, что у нас у самих всего лишь один город. Мы весьма-весьма в печальном положении. Так, ну вот англичан сразу есть рыцарская пехота, это, конечно, будет проблем для нас. Делаем первый ход. Посмотрим, что будут делать англичане. У нас с ними войны пока нет. Так что можем несколько первых ходов на расслабоне побыть. Так. И нам куда-то помогли. Вот сюда надо добыть. Наняли много народа. К сожалению, наняли еще одного совершенно ненужного лазучка, пусть будут новости, новости, новости. Ничего интересного. Место по четвертой занимаем. По деньгам, как видите, прибыль мы уже в минусе. Мы уже, друзья, в минусе. Представляете? Так, если мы выйдем, три отряда нанять мы сможем неплохо. 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 Здесь уже есть полстэка почти. На самом деле мне тут интересует только один вопрос. нанимать ли мне еще войска или же нет. Тут особо нанимать это некого. Куница по не настолько сильна, к сожалению, как мне бы хотелось. Но наверное да, придется нам еще разок нанять. Иначе я боюсь мы можем потерпеть поражение. Так, дружинники метод или дротиков. Это не то. лицарь в кольчу 813 185 давайте возьмем еще вот этих возьмем. И интервитиком метателей возьмем. Отлично. И еще на следующий ход тогда возьмем наверное здесь да? Да. Лучше всего будет. но по деньгам можем пролететь. Это опасно. Опасно ну ладно давайте. Усилили гарнизон. Сволочи в Кардифе. купцы идут английские. Как видите флот английский нас преследует. Ну и все друзья. На этом все. У нас уже идет серьезный минус. Нам нужно как-то что-то делать. В активном случае мы просто сольемся. Так что тут кузницу. Ну и хотя бы одну битву туна в этой серии провести. А то будет совсем не интересно. Так подошел наш посол до ирландцев. Так к сожалению побазарить не можем очков 10 не хватает. Так дальше значит здесь берем наемников берем вот этих вот друзей и берем вот этих друзей так ну пускай за бесплатно стоят с ними конечно тут не факт что мы выиграем честно говоря ну да ладно мы непобедимы мой король милорд будет исполнено объединяем армии исполнен объединяем начали мы скажем так почти войну осталось нам вот здесь вот тоже проатаковать ну и все у нас денег 6000 минус у нас ужасный мы друзья что сейчас будет так вот отлично нашлась невеста для нашего короля какая-то друзила из брак ну-ка ну что с ней новое задание совет просит вас отправить сюда не менее четырех отрядов сколько я получу 500 золотых как скажете 500 золотых того стоит наверное общинное поле теперь давай на городской совет построим новый член семьи Хевел да 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 это у кого это у брата отлично наследничек родился великолепно и у нас минус 3200 нам нужно тратить войска ну и в первую очередь конечно вот отсюда так как-то я неправильно нажал отлично друзья поймали такой неплохой отряд вражеский в нем аж три конных отряда рыцаря и феодалы зверя и три отряда копейщиков что же давайте приступим к всей битве посмотрим посмотрим таки на нее своими глазами что да как так так развертываем войска стоим мы довольно таки на хорошем месте как видите возвышенность склон холма отличный катапульты должны кидать просто здоровски так конницу нашу значит куда-нибудь вот сюда сразу убираем впереди выставляем наших копейщиков к сожалению копейщиков не так много всего лишь один нормальный отряд вот сюда поставим этих ребятюль сори так третий отряд это наши лучники будут поставим большой строй как он то правильно замкнуть разомкнуть отлично так ну и начинаем битву вон они эти ребятюля катапульты катапульты давайте горящие сразу вхреначим и ну и что ты куда-то поехал ты меня бесишь не беси меня нельзя меня бесить иначе начинаю беситься так вот сюда копейщиков перетягиваем по шуткам не 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 стоит не стоит не стоит они они поменяли свое мнение так ой хорошо попали хорошо ребятишки попали 14% уже ооо шикар досик катапульта катапульта шикарно ставим значит вот так меня сейчас будут обходить да ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй вот этот отряд вот туда перевозим копейщики мы выигрываем битву еще немного все они убегают сами отходим столкнулись мы с копейщиками мы не готовы надо отойти построить формацию и тогда уже ударить так ну здесь все в принципе отлично идет мы засыпаем противника стрелами 5% это у нас потерям так ну и пошли вперед отлично вот этих лучников надо отвести их полководец сбежал как последний трус вперед победа близка запретить стрелять а то они сейчас устроят нам ну что же друзья отлично просто отлично запретить стрелять если она стреляет куда им захочется нам ух страдают наши лучники где там мы выигрываем противник бежит за ним в атаку продолжаем продолжаем этот бой мужчинки убегайте вы тут уже никого не догоните вы сюда бегите а вы сюда бегите и все это дело ускоряем до предела отлично не не скажу что было совсем уж легко все таки смогли они обойти мою формацию зашли сбоку немного потрепали мне лучников благо это были охотники мне они не нужны распущу с удовольствием они мне не нравятся у них слишком маленькая дальность действия ну и в принципе здесь уже заканчиваем бой это победа 123 потеряли 400 убили от важных воинов короля так и вот я не помню кем я бился там а это был вот наследник давид да или нет да вроде да тогда казним а нет это посередине было ну что же отмеченный плюс 1 к верности это хорошо хорошо да все правильно сделали весь жестокий себя это здорово так здесь оставляем один отряд на всякий пожарный и нам нужно взять этот город чтобы успеть успеть до подхода члена семьи Гаррет Аррасова но это друзья будет уже только в следующей серии в которой вы увидите захват Шрусбери увидите захват Честера и увидите возможный захват Кардифа потому что как-то у меня здесь слишком уж слабенькое воинство ну что хотя в принципе можем поднанять да да но пока не будем пока не будем или мы таки наняли да наняли скажи наняли наняли ну ладно ничего страшного и мы уже почти в минусе ужас ну что друзья на этом буду с вами прощаться спасибо что смотрели не забывайте ставить лайки комментировать видос ну и конечно же подписывайтесь на канал всего хорошего удачи